Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Захарий Шарль Ландейль – французский художник, специализировавшийся на портретах, наиболее известен своими ориенталистскими работами. Родился в Лавале 2 июня 1821 года, где его отец работал в префектуре. В 1927 году его семья переехала в Париж, когда отца перевели туда и он не возвращался в свой родной город почти до конца своей жизни. В 1837 году в возрасте 16 лет он был принят в школу изящных искусств, где учился у Поля Делароша и Орей Шеффера. После поездок по Италии и югу Франции он копировал работы старых мастеров Луври, начал писать портреты в основном для того, чтобы прокормить себя. Работы имели большой успех. В 1841 году состоялась его первая выставка в салоне. Его работы привлекли внимание королеву Филиппа и он был награжден медалью. Вскоре он стал официальным художником и получал многочисленные государственные заказы. В 1852 году Наполеон III купил несколько его работ и стал большим поклонником. Благодаря ему Ландейль был награжден орденом почетного Лейона в 1855 году. В 1857 женился на Алисе Литрон, дочь археолога, который служил генеральным стражем национальных архивов и помог спасти их во время февральской революции. У них было двое сыновей, которые оба умерли раньше своего отца. В 1859 году он получил крупный заказ от императора на украшение салона Елисейского дворца. Нарисовал шесть дверных проемов с аллегориями четырех стихий плюс мира и войны. Был очень плодовит, создав где-то от двух тысяч до трех тысяч работ, считая дубликаты. Одна картина была переделана в 23 различных вариантов. После путешествий по Северной Африке и Ближнему Востоку в 1860 году он создал ряд работ ориенталиста. Также посетил Марокко в 1866, но отправился туда в составе официальной делегации, а уже не как художник. В 1875 году отправился в Египет. Плавал по Нилу вместе с исследователем Мариен. С тех пор он каждый год совершал поездки в Алжир для рисования. Стал известен как художник Филлах. Филлахинами на всем Ближнем Востоке в исламские периоды называли коренных жителей деревни и фирмы. Это переводится как крестьяне или фирмы. Филлахи. Информация. Позже он начал компанию по созданию художественного музея в Лавале, который открыл в 1895 году вместе с президентом Феликсом Фордом. Сегодня он известен как музей наук. Умер в 1908 году, не оставив потомков. Наибольшее количество его работ находится в Лавале, но также их можно увидеть в Лувре, Версале, музее Энгра, музее изящных искусств Рейпса и т.д. Вот так вкратце из переводной википедии во французском художнике, который специализировался на портретах, наиболее известен своими ориенталистскими работами, Захари Шарль Ландейль. Пока-пока, до свидания.